Я приветствую вас, Возовенная Благословенная Церковь Исафа Хатиста. Сегодня воскресенье в нашей церкви снова богослужения. Поглашаем всех. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за день сегодняшний, воскресный, чудесный. Слава, Аллилуйя, что Ты вел нас всю эту неделю, что Ты нас благословлял, хранил нас, оберегал, защищал, наставлял, учил, укреплял нашу веру в Тебя, давал нам радость, давал нам любовь, давал нам счастье. Аллилуйя, слава Тебе, наш Господь. Благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе. И сегодня воспоминания о Твоей жертве мы снова приходим к Тебе и творим этот обряд, который называется «Клебопреломление». Ты сказал, что кто будет есть в плоти моей, вид моей крови, тот не будет у меня в себе жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы являемся сопричастниками Божеского естества. И этим обрядом мы это подтверждаем во имя Иисуса Христа. Мы воочию показываем Тебе, что мы являемся Твоими детьми. И мы рассуждаем о Тебе, Господне, ибо Твое тело, оно по всей Вселенной во имя Иисуса Христа. Твое тело огромное. И мы часть этого Твоего тела. Ты нас иступил, Ты нас освободил, Ты нас спас, Ты нас исцелил, Ты нас очистил. И Ты нас поставил пред Собой неповинными и непорочными. Аллилуйя и слава Тебе, Господь, мы воздаем Тебе всю славу и всю честь. И сегодня приближай нас к Себе еще больше во имя Иисуса Христа. Пусть Его дерзновение возрастает в нас во имя Иисуса Христа. Чтобы мы были сильными в вере, чтобы никто и ничто не смог поколебать нашу веру. Это дело Голдовского креста, дело Твое, когда Ты умер на кресте и провел свой труд, породил церковь. И Ты пришел для того, чтобы мы имели жизнь и имелись с избытком. Ты пришел, Иисус, для того, чтобы разрушить дела дьявола. И Ты поставил весь церковь, чтобы мы, тело Твое, разрушали Царство Сатаны, Духом Уст Твоих, Господь. Мы не наши брони против крови и плоти, мы против начальств, против мероприятий и тьмы, против Духов слабых поднебесных. И сегодня мы приглашаем Твою победу, Твое совершенство во время Иисуса Христа, Твою непорочность, Твою целостность, Твою праведность, Твою святость. И мы называемся в Терминии, мы Церковь Твоя, которую врата Ада не одолели. Мы Твоя Церковь, которая представляет Тебя, Твое могущество, Твою красоту, Твое благоволение, Твою любовь. По отношению ко всему Твоему творению, особенно к грешникам, которые не знают Тебя, Господь. И мы молим Тебя о том, чтобы наша Церковь была плодовита и эффективна в том, чтобы грешник, он стал праведником через веру в Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя за то, что мы Церковь праведная, мы святые, несовершенные. И мы верим в это во имя Иисуса Христа. Мы это проразглашаем, мы это утверждаем во имя Иисуса Христа. И мы разрушаем всякую клевету законы на Церковь во имя Иисуса Христа. Но мы разрушаем всякую ложь на Церковь Твою, искупленную во имя Иисуса Христа. На Твою святую непорочную, святую Церковь. Разрушая всякую клевету, всякую ложь на Твою Церковь во имя Иисуса Христа. Разрушая всякое неправильное представление о Церкви Иисуса Христа. О Твоей Церкви, за которую Ты отдал Своё Железное. Аллилуйя, слава Тебе, Господи. Благодарю Тебя, Господи. Веди нас сегодня. Благодарю Тебя, что я, отвергнув Себя, взяла Свой крест и последовала за Тобой. Благодарю Тебя, Господь Иисус Христа, за то, что Ты мне избрал, за то, что Ты мне опоставил, за то, что Ты мне доверил во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь. И Ты, Твоей помощью, мы поможем. Твоей помощью мы разрушим Царство. Потому что во имя Иисуса, твоей помощью мы разрушим Его нож, Его сети, Его оковы, Его цепи. Во имя Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа, именем Иисуса Христа, разрушая все болезни, именем Иисуса Христа, я приказываю, убери свои грязные руки от детей Божьих, сатана, во имя Иисуса Христа. Я приказываю, сатана, убирайся прочь от душ, тел и сердец братьев и сестер, которые приняли Иисуса Христа, своим Господом и Спасителем, убери свои грязные руки с их тел именем Иисуса Христа. Я закрещаю всем болезни, всем симптомам, я закрещаю духом смерти, я приказываю всем симптомам убираться прочь от детей Божьих, во имя Иисуса Христа. Ты не имеешь права, сатана, ни на одно дитя Божье, даже прикасаться, даже дышать, во имя Иисуса Христа. Тебе не удастся обмануть церковь, тебе не удастся обмануть детей Божьих, тебе не удастся, твои планы все будут разрушены, все твои коварные замыслы потерпят крах именем Иисуса. Я благодарю Тебя, Господь, Тебе вся слава, Тебе вся честь, Ты все сделаешь, тот на кресте, мы слава благодарим Тебя за Твой кровь, Твой кровь, за Твою смерть на кресте. Мы благодарим Тебя от всей своей души и от своего сердца за наше спасение, за Твое милосердие, за Твою щедрость и за тем, кем мы являемся во Христе Иисусе, Господе нашим. Во имя Иисуса Христа, Господь, Аминь. Это тело Твою щедрость, за нас на мимо. Присоединяйтесь к нашему и закрываемлению, возьмите хлеб, возьмите напиток и учащайтесь вместе с нами. Присоединяйтесь к нашему и закрываем. Вот это напиток роткая, господь. За многих изливаемое в оставление грехов. И эти это все, очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень. Итак, давайте споем с вами. Я поднимаю свою битлю вверх и всем вокруг говорю. Это Божье слово ко мне, я по нему живу. Право слушаю я вставания и побеждаю настоятельства. На бою до острых влечь в моих устах дьявол тепетка. Я голова, а не хвост, я вверху, а не внизу. Силы мне дает Христос, и я все могу. Я просветаю жизни, здоровый грибанок я. Я даю взаим, а не беру, ведь Бог благословляет меня. Я поднимаю свою битлю вверх и всем вокруг говорю. Это Божье слово ко мне, я по нему живу. Право слушаю я обетование и побеждаю настоятельства. На бою до острых влечь в моих устах дьявол тепетка. Я голова, а не хвост, я вверху, а не внизу. Силы мне дает Христос, и я все могу. Я просветаю жизни, здоровый грибанок я. Я даю взаим, а не беру, ведь Бог благословляет меня. Я поднимаю свою битлю вверх и всем вокруг говорю. Это Божье слово ко мне, я по нему живу. Право слушаю я обетование и побеждаю настоятельства. На бою до острых влечь в моих устах дьявол терпит крат. Я голова, а не хвост, я вверху, а не внизу. Силы мне дает Христос, и я все могу. Я просветаю жизни, здоровый грибанок я. Я даю взаим, а не беру, ведь Бог благословляет меня. Аминь. Когда они поступают согласно Священного Писания, согласно Библии, согласно тому, чего хочет от нас Господь. Когда мы быстро слушаемся Бога, всегда в нашей жизни исполняются обетования Божьи, которые есть да и аминь на всякую нашу нужду. Давайте сегодня продолжим молиться, учиться, молиться по слову Божьему. Я думаю, вы уже, те, кто уже не в первый раз смотрит наше богослужение, те уже знают, как применять это оружие Святого Духа, применять его по отношению лично к себе, для того, чтобы это Слово Божие действовало в нашей жизни. Если вы в первый раз смотрите наше богослужение и хотите приблизиться к Иисусу Христу, хотите познать любовь Божью, хотите получить спасение, хотите получить вечную жизнь, хотите пользоваться обетованиями Божьими, хотите избавиться от зла, хотите избавиться от проблем в своей жизни, от своих грехов, от своей депрессии, от своего уны. 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 Я предлагаю вам прямо сейчас перейти в Царство Тьмы, в Царство Сатаны, в Царство Вавиленного Сына Божьего. Просто помолитесь вместе со мной от всего сердца, если вы согласны с этой молитвой, можете помолиться этой молитвой, потому что будет запись этого богослужения, вы можете пересмотреть его и помолиться вместе со мной. Вы можете сделать это прямо сейчас, потому что Господь говорит, сегодня день спасения, не откладывайте своё спасение на потом, чтобы не было поздно. Господь хранил вас до этой секунды, для того, чтобы вы именно приняли правильное решение о своей жизни и решили быть Богом, Иисусом Христом. Ухватиться за Него, как за единственного своего Спасителя, ухватиться за истину, ухватиться за своё счастье во имя Иисуса Христа. Итак, давайте закрутим глаза, сначала помолимся о покаянии. Дорогой Небесный Отец, сотворивший небо и землю, сотворивший меня, создавший меня, я прошу Тебя, прости меня все мои духи и очисти меня кровью своего Сына, Иисуса Христа, которого Ты послал для того, чтобы Он умер за меня. Понёс наказание вместо меня, тяжкие муки на Голгофском кресте, чтобы я был спасён, чтобы я был счастлив, чтобы я мог воспользоваться всеми теми благословениями, которыми Ты хочешь благословить меня. И я прошу Тебя о том, чтобы Ты помог мне в эти минуты вести правильный образ жизни, благословить, чтобы перед твоими глазами я ходил в святое непорочное, пронёс твою веру в жертву Иисуса Христа до конца своей жизни и своей жизнью преславлял Тебя, мой Небесный Отец во имя Иисуса Христа. Даруй мне силу Духа Святого. Дух Святой, подари мне дары для того, чтобы я мог служить Тебе Твоей силе, не своей силой, не поею силой. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Итак, если Вы помолились этой молитвой, то я Вас поздравляю. Господь с этой минуты записал Ваши имя в книгу жизни, в агрессии Божьего. И Вы теперь спасены. Вы теперь оправданы. Вы очищены. Бог просил Вам всё. И Вы застраховали свою душу на вечную жизнь во имя Иисуса Христа. И с этой минуты Бог перевёл Вас из царства в дьявол, в царство, в возлюбленного Сына Иисуса Христа. Теперь вместе с нами продолжайте свой путь в христианский. И учитесь жить в жизни царства Божьего, теми законами царства Божьего, которые Бог предлагает Вам для того, чтобы Вам вникнуть в это всё и жить счастливо. Итак, давайте теперь вместе с Вами все начнём. Возглашать Слово Божье для Своей жизни. Сегодня у нас на очереди 2 глава 6 по 12 стих. Переводим эти стихи Священного Писания на себя. Итак, послание. Слово Божье для Своей жизни. Почему, как я приняла Иисуса Христа Господа, Так и вхожу в нём, будучи укоренена и утверждена в нём и укреплена в вере, как я научена, преуспевая в ней с благодарением. Смотрю, сестра я, чтобы кто не увлёк меня философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нём обитает вся полнота Божества телесного. Ибо я имею полноту в нём, который есть глава всякого начальства и власти. Глава, глава. В нём, в нём, в нём, Иисусе, я и обрезана обрезанием, обрезанным, обрезанием нерукотворённым, то есть Божьим. С влечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребена, погребена с ним в крещении, в нём я и в совоскресло, с воскресло, с воскресло, верою в силу Бога, который воскресил его из мёртвых. Аминь. Аллилуйя. Чего от нас хочет Господь? Если мы отождествляем это Слово Божье лично с собой, то Слово Божье отождествляет нас лично с собой. То есть Сам Господь отождествляет нас с собой. Когда мы отождествляем себя вместе с Ним. Аминь. Он сказал, что приходящего ко мне не сгонюло. Наш Господь не лицеприятель. Он понимает любого человека, который захочет получить спасение. А он мне скажет, что ты не достоин получить спасение. Такого Бог никогда не скажет. Ты не достоин его царства. Такого Бог никогда не скажет. ФСБ тебя, может быть, не возьмут, потому что у тебя родословная плохая. Но благодаря жертву Суха Христа, этому подвигу на Голгофском кресте, какие бы страшные грехи, какие бы страшные грехи не угнетали тебя, ты достоин войти в Царство Божие, благодаря жертву Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя, слава Тебе, наш Господь. Спасибо Тебе за благодать, за твою милость. Аллилуйя. Слава Тебе. И Господь говорит нам, чтобы мы не увлекались философией, чтобы кто не обостигл нас философией. Потому что философия, знаете, проникает даже в церковь. Философия звучит в кафедре. Философия звучит в пропагнитниках. Нам нужно этого опасаться. Потому что для нас приоритетом номер один должно быть Слово Всемогущего Бога, Слово Божье. Слово Божье приоритет номер один. Бог поставил Слово Своё превыше всякого имени. Слово Божье, Слово Божье, который умер за нас на кресте. Который за свидетельством Философии Пилата. Который воскрес из мёртвых. И наше греховное тело, оно обрезано. Когда мы приняли Иисуса Христа, в глазах Божьих мы погребены вместе с Ним. В крещении. То есть мы взяли Его крест, получается. И получается, что мы взяли Его крест и последовали за Ним. Так вот, мы благодаря этому кресту, на котором умирал Иисус, и когда Он умер, Его похоронили, мы вместе с Ним были погребены. И мы, когда Он воскрес, и смёртвых на третий день, мы с Ним все воскресли. Веруют в силу Бога. То есть Дух Святой, это та сила Божья, которая воскресила Иисуса Христа и в мёртвых. И эта же самая сила сейчас пребывает с нами для того, чтобы мы проходили свое поприще здесь земное, на земле, для того, чтобы побеждать сатану. То есть раньше, когда мы не знали Иисуса, мы были рабами дьявола, делали то, что Он нам говорил, мы ничего не видели, мы жили во тьме, но когда пришел Иисус, посвятил на нашу грешную жизнь, и мы увидели, в каком состоянии мы находимся, что мы в грязи, мы в полной, простите за выражение, парашек. И нам нужно из этого выбираться. И дьявол, он, если мы не бодрствуем, Он ищет таких, которые расслабились, верят, плывут по течению. Плывут по течению опасно, потому что нам нужно быть против течения. Сейчас, когда мы приняли Иисуса Христа всем Господом, Спасителем, Бог перевел нас, посадил нас во Христе Иисусе на небесах, наш Дух на небесах находится, а наше тело земное, оно находится еще здесь, на земле. И Господь Иисус Духом Святым поселился внутри нас сейчас. Мы новое творение во Христе Иисусе. И мы сверхрестерпицы с вами. Мы дети Божьи. Мы сыны Божьи. И на основании этого твоего звания во Христе Иисусе Бог желает, чтобы мы возрастали в вере в то, кем мы являемся во-первых, во Христе Иисусе. И возрастали в вере в то, что мы имеем, какую власть мы имеем, какие привилегии детей Божьих мы имеем во время Иисуса Христа. Нам нужно об этом знать для того, чтобы все это взять. Для того, чтобы сатана вновь не навязал тебе или мне свои правила. Те правила, по которым мы жили раньше. Раньше, когда мы не знали Иисуса, когда мы не знали о том, что он умер именно за меня лично. Когда мы просто смотрим в магазине, выдаются крестики, где растает и тут, ничего, об этом не понимаем, ничего, не придаем этому никакого значения для своей жизни, потому что мы были абсолютно невежественны, абсолютно невежественны. Когда человек невежественны, он находится в отеле. Даже пословица такая есть. Учение света есть, а не учение тьма. Так вот, мы с вами живем по доброму учению Христа. Если это ты попал в церковь, да, и ты не получаешь свободу, вот, продолжаешь оставаться рабом дьявола, то нужно пересмотреть, да, свою теологию по людьми Иисуса Христа, потому что Бог сказал Иисусу, и познайте истину, и истину делает вас свободными. Понимаете? Свободными. То есть внутренняя твоя свобода должна быть настолько проявляться в своей жизни, что это должно быть видно всем, что свободный человек. ты не рад чужого мнения, ты не рад своих страстей, своих похотей, ты вообще не рад никому, кроме как раб Иисуса Христа. быть рабом Иисуса Христа это такая привилегия. Вот. Но Бог Он поднимает нас выше, Он говорит, что мы уже не рабы, мы дети возлюблены. Я уже не называю вас рабами, это говорил Иисус своим ученикам еще до после смерти на кресте. Он говорит, я уже не называю вас рабами, называю вас своим друзьем. Вот. И настолько близкие отношения были Иисус с Его учениками до того, как Он умер на кресте. И после того, как Он умер на кресте и воскрес из мертвых, там уже было совсем другое, другую статую, другое положение, другое отношение, абсолютно другая сила действовала в жизни учеников Иисуса Христа Его двенадцати апостолов. И апостол Павел он не является из числа двенадцати апостолов, но он также является апостолом. Вот. И он очень много-много-много сделал, да, для распространения Евангелия Царства Божьего среди язычников именно через те народы, которые вообще были отчуждены от общества израильского, потому что Бог избрал только вот этот народ израильский вначале, да, для того, чтобы показать на нем свою силу, свое могущество, свое великолепие, вот. Он показал это, свой характер на этом народе показал. И когда Иисус умер и воскрес, тем самым Господь Иисус показывает, что теперь путь открыт спасения для всех. то есть сейчас Бог может показать себя в твоей жизни, не только в жизни еврейского народа, но и в жизни тебя, вот. Какой бы национальности ты ни был или в какой расе ты ни относился, вот, в какой бы стране ты ни жил, на каком бы языке ты ни разговаривал, вот, в каких бы дебрях не был твой дом, но Бог тебе где-то станет, потому что Бог Святой, и Он излился в деки бездесятницы на всю землю, вот, и сейчас всякий, кто призовет имя Господа Иисуса Хариста спасется, имя Господне спасется, всякий, кто призовет имя Господне спасется, потому что имя Иисус это и Спаситель, ты просто называешь это имя Иисус, вот, и Иисус, вот, и это есть Спаситель для тебя, потому что Бог, Он пришел, чтобы спасти тебя, и в этом слове Спаситель есть все там и исцеление, там и обеспечение, там и твой статус, твое положение, твое богатство, твое любовь, твоя радость, твое счастье, все, все в нем в Иисусе. Библия говорит о том, что теперь отныне наша жизнь сотрыта за Христом в Боге, потому что если ты не начнешь копаться вот в Христе, если ты не начнешь рыть, если ты не начнешь вот узнавать все, что тебе принадлежит во Христе, то ты и останешься с носом. то есть как говорится, не воспользуешься всеми теми благословениями, которыми хочет Господь благословить тебя здесь, на земле. Нам нужно это взять для того, чтобы Господь показал на тебе твоей жизни свою славу, свою силу, свое могущество, свои чудеса, в общем, свою славу показал на тебе. И всякий человек, он хочет быть прекрасным. Все хотят быть прекрасными, все хотят, чтобы их любили, все хотят, чтобы их славили. Так вот, Библия говорит о том, что 90-й Псалон говорит о том, что я прославлю прославляющих меня. И прославлю тебя, и защитю тебя, и имею тебя спасение свое. Болготую меня, защищу тебя, защищу тебя, и имею тебя спасение свое. И прославлю его, потому что он познал имя Мое. То есть имя Иисус, если ты его познал, то есть познать, это значит соединиться. Соединиться с Богом настолько близко, насколько это только возможно здесь, на земле, земной нашей жизни. И чем больше ты с ним соединишься, тем больше ты будешь, тем больше будет слава Божьей твоей жизни. Библия говорит о том, что мы семя Авраама, Авраам родил Исаака, Исаака или Иаков. Иаков переводится как лжец. И потом Бог дал ему другое имя Израиль. Но Бог не говорит, что я Бог Авраама, Исаака и Израиля. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова, лжеца. Он на этом Иакове показывает свою силу, свою могущество и свою славу. И он говорит, я славы своей не отдам иному. Ну вот иному не дам, а вот тебе дам. То есть он говорит, что так как мы семя Авраам вода через Исаак Христа детьми Божьими это значит население Авраама и по обетованию наследники. Естественно мы веки так живем в Израиле и Иакова. Потому что Иаков это внук Авраама. И Господь Иисус будет царствовать над домом Иакова в веки написано. То есть над нами будет царствовать водителю и так как мое семя его то он царствует над нами он царствует надо мое понимаете чтобы показать нам силу свою и могущество когда он спасал израильский народ показывал на фараоне показать могущество свое чтобы фараон заткнулся как говорится чтобы фараон понял кто бог потому что фараон думал что это он бог не все должны поклоняться а бог наш господь наш творец наш создатель показал кто есть бог что я бог и нет иного он сказал и тот бог которому мы верим это тот бог который действительно бог которая говорит истинный бог который есть истинный бог и жизнь вечна вот вот какого бога мы верим это тот бог который нас не отмани даже если мы ж 승 но благодаря же имя отца нашего небесного написано на наших пчелах и я кого уже цу у бог дал мы с вами потом авраам мы пообетовали наследник то есть по духу и поход дети его именно по духу именно этих детей бог обещал авраам у тебя будет столько детей столько песку на берегу морском небе если ты сможешь это считать вот так когда мы принимаем все цифры сказки воспитания мы становимся детьми божьими это происходит действительно в духовной сфере наше новое сотворение наше новое духовное рождение мы становимся новыми творениями рожденные свыше дети удочеренные и рожденные родные мы образ и подобие божья такой же образ и подобие божественного бога а также потому что твоя личность такая же как потому что когда бог создавал адам из страха земного да но сейчас когда ты принимаешься сын да он думал в него духовной жизнью и стал человек душой и живой в жизни по мне написано что он стал духовным стал душою и это получается душа и плоть это не новое творение на христе собственно это просто человек который создан из страха земного но сейчас когда ты принимаешь и сына божьего да сын господом и спасителем и становишься образом и подобием божьим ты становишься таким же трилединым как и сам господин так говорит слово 8 нам нужно нельзя измекаться при восточном и пустым обольщением потому что люди да ищут много путей для своего для того чтобы сделать жизнь лучше того чтобы стать счастливее здоровее целее те которые стремятся без без бога чего-то достигнут вот и в результате приходит разочарование и есть такие конечно случаи вот которые люди достигли в определенный момент своей жизни они достигли каких-то высот ну медаль получили золотую да например чемпионом мира стал человек потому что он стал чемпионом и в конце концов приходит старость он живет среди воспоминаниями о том какой он был раньше чемпионом но наш путь во христе иисусе это постоянно возрастание в воде постоянный рост духовный то есть мы должны не жить теми воспоминаниями которые были раньше а двигаться вперед и возрастать духовно как сказал апостол павел стремлюсь к почести лишнего звания божьего христи иисусе и я смотрю не достигнули я как христос или наши духовный рост должен возрастать да нужно глядываться назад посмотреть на свои прежние подвиги именно нужно возрастать возрастать этого бог желает чтобы не достигнуть библия говорит о том что те кто от пропят людей до от зла вот они будут сверху взлюблены я уже точно не помню как это было сказано сейчас наверное Тот, кто... от раки гречника, да, от его гречного пути, тот покроет мышц грехов своим. Это так говорит Священное Писание. И почему я говорю, что мы приедимы с вами? Потому что Господь, Он, да, Он Дух. И Господь, это Отец, Сын и Дух Святой. А мы с вами приедемы в том, что мы рожденные свыше, родные вы учились с Ним, Я Божий. То же самое время мы новое творение во Христе. Потому что тварь, она не может быть рожденной. Рожденная – это рожденная. А сотворенная – это сотворенная. И мы с вами заново сотворенные. Когда мы умерли, Бог нас воскресил и сотворил заново. Когда Он воскресил нас из мертвых, Он сотворил нас заново. И мы стали новыми творениями, его проститут. Древнее все прошло, теперь все новое. И Он нас, этих новых творений, его проститутся, удочерил и усыновил. И наше плод, в котором мы сейчас находимся, мы ждем, наша земная хижина, которая разрушится, она является, которая произошла от одной крови, от Адам. От первого человека, которого Бог создал из страха земного. И почему вот, когда мы читаем Библию, мы многого не понимаем, потому что как это так вот, я правильно, я вот, видите, я же грешу, вот. И некоторые говорят, вот видишь, вот ты покроешь нос и грехов, значит, ты ее лишишь. Рожденный, а в другом есть описание, то есть на рожденный Бога не греши. Так вот, об этом и говорится. Так как мы три едины с вами, но мы не одинны. То есть Бог не разделяет меня на составляющие, вы знаете. Вот. Это я и есть. Это я и есть. Один, ты единый человек, это я и есть. Вот. Я тот, это та, рожденная от Бога, который не грешит. То есть никогда, потому что сильно Божий пребывает по мне, никогда не грешит. Я не осиний сказать, это истина, истина. Вот. Также если я отпрощу людей от множества грехов, от множества грехов, то я покрою, если я отпрощу грешника от его двого пути, то покрою множество своих грехов. Это истина, это тоже истина. Потому что я три едины, это все обо мне. Понимаете? Вот. Как это Бог меня воскресил? Я же еще, меня еще не похоронили, я еще не умер. Ну, потому что мы три едины. Вот. И вот этот человек, которого Бог воскресил, уже посадил на небесах в Христе Иисусе, новое творение в Христе Иисусе, вот. Это и есть тот человек, которого, которого Бог сотворил, и удочерил, и усыновил. Не родил, а сотворил. Я вам сейчас объясню. Вот, например, ты родил сына, да, ты его не сотворил сам, ты его родил, у тебя сын. Вот. Или дочка родила. Либо ты сшил себе куклу, ты ее сотворил, то есть своими руками ты ее, как сказать, даже не так могу сказать. Вот. Еще Библия говорит, что мы созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог однозначно нам исполняет. Так вот, созданы, это, то есть наша плоть, которую мы ходим по земле, по земле. Мы здесь находимся, на земле. Это вот мы созданы сейчас в Христе Иисусе, заново, да, вот, чтобы делать добрые дела, которые Бог предназначен на нас. И сотворенные, так вот, созданы, созданы. Вот ты светил, просто выжил, и не светил, там, себе сына из снега. Вот. Ты шел, светил себе сына из снега. Вот это и есть как бы создано, создание, да. А то, что сотворил, это еще не видно. Понимаете? То, что сотворил, это невидимое. Это то, на что мы должны верить. Это то, во что мы должны верить. Это то, во что мы должны верить. То есть это невидимое. Библия говорит о том, что ты новая тварь во Христе Иисусе. Древнее пришло, теперь все новое. Так вот, это то, что ты не видишь, но это уже есть. Вот. И то, что ты не видишь, это уже есть, это уже существует. В глазах Бога это есть. Но ты ходишь не видением, а верой в то, что это действительно правда. Я тебе говорю, что Бог записал твое имя в книгу жизни. Ты видел эту книгу жизни? Нет. Но ты веришь, что Бог записал твое имя в книгу жизни. Так вот это и есть вера наша. Понимаете? Когда ты не видишь и веришь. Вот это и снова творение. Вот ты новое творение себе не видишь. Ты видишь созданное. Созданное. Вот ты в зеркало смотришь, ты видишь созданное во Христе И вкусно, добрые дела, которые Бог этого начал не исполнять. До этого три единых человек. И рождённость свыше – это уже другой уровень совсем. Вот. То есть ты, когда увидишь Бога, ты станешь подобен Богу. Потому что видишь Его, такой, какой Он есть. Я вам не говорю философию. Я вам говорю Слово Божье. Потому что каково оно есть по истине. Потому что так оно и есть. Вот. Амель. Так, давайте с вами уже начнём размышлять над Словом Божьим. И откроем с вами Псалом 5. Псалом 5. Господи, путеводи меня к правде Твоей ради врагов моих. Уравняй предо мной путь Твой. Амель. Для Давида было очень важно. Это Псалом Давида. Для Давида было важно, чтобы Господь путеводил его в правде Божьей ради врагов. Чтобы враги увидели, что мой Господь, Он всемогущий, что мой Господь, Он меня спасёт, что мой Господь у меня выведет из моих проблем, что мой Господь утрёт нос всем моим врагам. Вот ради врагов моих путеводи меня, уравняй предо мной путь Твою. Он просил, да, об этом. Почему Бог не будет в правде? Для славы своей много раз слышно, что для славы Твоей не будет в правде. Все верующие говорят, ну, слава Божья, мне не надо славы Божьей, со славой Тебе одному. И так мы молимся, да, со славой Тебе одному. Но Бог прославляет тех, кто Его прославляет. Вот, потому что Он говорит, тех, кто Меня прославляет, Я прославлю. Это что невозможно славить Бога, чтобы Бог тебя не прославил. Потому что невозможно, да, зажечь, ну, вот, свет, его невозможно вскрыть. И если ты зажёг свечу, то её не ставят под кровать, поставят наверх, чтобы всем было видно, что всем было светло, что все видели. Вот, ты не скроешь свою веру. Если ты христианин, то все об этом понимают. Даже если ты подпольный христианин, всё равно от тебя будет благоухариваться, если христианин сходить. Вот, не получится открыть веру, да, замескрываться как-то. Свет, он никак не, наверное, с первой ночью видит, если только его потушить, и всё. Но если ты в свет, то свет, он, да, свечу-то можно, да, погасить. Вот, свет сейчас люди научились, свет выключать, включать. Вот, но тот свет, о котором говорит Господь, Иисус, потому что Библия говорит о том, что Бог есть свет, и нет в нём никакой тьмы. Иисус называет нас, вы свет этому миру, и соль этой земли, то, конечно, такой свет невозможно погасить. Даже если он будет пусклый, то всё равно свет, который рассеивает тьму. Как бы ни была сильна тьма, но свет, он всё равно её рассеивает. Даже если он потеплый, то всё равно он её нужно рассеивать. Может быть, там будет плохо, всё видно, но всё равно. Но тьма, она припеет, придётся уйти. Бог хочет, чтобы мы горели ярко. Чтобы наш свет горел ярко, чтобы был в семье. Вот, куда идти? Куда идти? Чтобы указать путь, куда идти? Чтобы не светить в глаза, да, чтобы глазам было больно. А чтобы указать путь, куда идти? Свет. Когда тебе в глаза светят ярким светом, это больно, это неприятно. Но когда свет указывает, куда идти, вот такой свет нужен нам. Вот, такой свет нужен для того, чтобы греченка нашёл путь, да, встал на праведный путь, стал праведником. Аминь. Исайя 45, 13. Я воздвиг его вправе и уравняюсь. Он построит город мой и отпустит пленных моих. Не за выкуп и не за горы, говорит Господь Саваум. Аминь. 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 Говорит человеке, что он воздвиг его в правде и уравняет все пути его. Он построит город мой и отпустит пленных моих не за выкуп и не за дары, говорит Господь Слово. Ты можешь стать этим человеком. Потому что, когда мы отождествляем Слово Божие с собой лично, Слово Божие отождествляет нас лично с собой. И для чего Господь нам дал Слово? Чтобы мы укрепляли свою веру. Здесь говорится о строительстве города. О каком городе здесь речь? Город Великого Царя. Это город. Мы домостроители с нами. Таина Божия. От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. И если мы верные, то дом строится, дом Божий строится. Это духовный дом из живых камней, из душ человеческих. Драгоценный, из драгоценных камней. Это и мы, и есть эти драгоценные живые камни, из которых Бог строит город. И нужно духовный, да, понимать. И он, и отпустит пленных моих. Пленные, это те, которые рабы в дьяволах, рабы сатаны. То есть, я была рабом дьявола 25 лет. 25 лет я приняла Иисуса. Иисус вошел в мою жизнь. И сколько уже лет прошло? 20 лет прошло с тех пор. В 1999 году я приняла Иисуса. Истасов, Господин и Спаситель, в цепи минуты Бог освободил меня из керна. Из керна с сатаны. То есть, Бог использовал какого-то человека для того, чтобы спасти меня. Для того, чтобы посвятить ему, чтобы я знала, куда мне идти. Посвятить светом Божьим, да, для того, чтобы знать, куда идти. Написано, не за выкуп и не за дары. То есть, это делает бескоростно. То есть, человек, он, который крещен Святым Духом, которого Бог избрал, дадал ему силу служить Богу, он будет это делать не за деньги, не за подарки, а потому что он понимает, что это его, это мы семья, это наше. Мы семья, мы собираем с Богом, а не расточаем. Мы собираем с Ним. Мы одно с Богом. Нам нужно собирать для Царства Божьего. Как нужно трудиться для Царства Божьего. Для того, чтобы Царство Божьего соединялось. Для того, чтобы тьма рассеивалась. Для того, чтобы разрушить эту дьявольскую систему. Мирскую, да. Вот. Это дьявольское мышление. Безбожное. Мы пленяем всякое помышление, послушание к Христу. Вот. Наш враг – это дьявол. Он хочет сделать третью морскую ложку, чтобы он царствует. Но Бог, он отнял у него силу и властно подверг его позору, когда совершил дело Голгурского креста. Он умер на кресте и на третий день дострелился. Таким образом, он позорил Царства Божьего. Царства Божьего. Царства Божьего думал, что он убьет Бога. Но не получил. Вот. Потому что Бога убить неизмерно. Все равно сила Духа Святого не могла удержать его. Сила Духа Святого удержала победу над смертью. Вот. И смертью не удалось удержать Бога в таком состоянии надолго. Вот. И мы с Богом собираем, да? Говорит Господь Слово. И если ты тот человек, если ты тот человек, который именно является тем человеком, которого воздвиг Бог в правде, тот человек, которого Бог уравнял к силе пути, который построит город Бога, который отпустит пленных, да? Божит пленных на свободу. Бескорыстно. Без всякой корысти. К тому же, какая у нас может быть корысть, если мы и так сказочно богаты, мы понимаем, да, что все Божие – это наше. Вот. Если ты только не веришь в то, что все, что принадлежит Богу, это твое, тогда ты будешь воровать там с какими-то нечистыми путями, а вот действует что-то там, как говорит, ради корысти, да, гнусной. Молиться о том, чтобы церковь просла, чтобы больше тебе вене принесли. Если вот такой у тебя такой мотив, то это ясно, что ты не веришь в то, что ты наследник Божий, это значит, что ты не веришь в обетование Божие, это значит, что ты не веришь в то, что ты богат по Христу и Пути. Что Бог о тебе позаботится, ты не доверяешь Богу. Вот. Но поэтому, если ты являешься, вот именно, таким человеком, о котором говорится в Исайи 45 глава 13 стихе, я воздыхив его в правде, уравняю все пути его. Построить город мой и отпустить пленных моих не за выкуп и не за дарю его греха сто твое. То тогда найдутся те люди, которые будут умолять тебя, написано, и говорить, у тебя только Бог, нет иного Бога. Они повернутся пред тобой. Вот. Люди рослые к тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобой, в цепях придут и повернутся пред тобой, будут умолять тебя, говоря, у тебя только Бог, нет иного Бога. Истинно ты Бог, сокровенный Бог, Израиль спаси ты. Аминь. Мы с вами строим город Пеликого Царя из живых камней. Когда мы проповедуем, когда мы спасаем людей, через проповедь Евангелия, когда мы единодушно стоим за веру в Евангельске, когда мы живем по-доброму учению Иисуса Христа. Аминь. Дальше размышляю. Иисуса Христа, Крис 17, 19. Для чего, Господи, Ты попустил нам Собратиться с путей Твоей, Ожесточиться сердцу нашему, Чтобы не бояться Тебя? Обратись ради рабов Твоих, Как ради колен наследие Твоего, Которое время владел им народ святыни Твоей, Вороги наши попрали в святынище Твое. Мы сделались такими, Над которыми Ты как бы никогда не владычествовал, Над которыми не миновалось имя Твое. Аминь. Если ты христианин, Принял Иисуса Христа, Но ты просто перестал ходить в церковь, Ты отпал, Просто разочаровался, Братья, Ростов, Разочарался в Боге, То вот именно как раз это слово Божие для Тебя, Потому что здесь говорится о том, Для чего Господь, Ты ожесточил моем сердце. И Почему Ты попустил нам Собратиться с путей Твоей? Обратись ради рабов Твоих, Ради колен наследия Твоего. Короткое время владел им народ святыни, Твои враги наши попрали святилище Твое. Кто наш враг? Кто Твой враг? Враг Твой дьявол, Он попрал Твое святилище. Понимаете? Понимаешь, Что Он пришел для того, Чтобы Лукарас любить, Погубить. Он хочет тебя убить. И Он В общем Пытался сбить тебя с правильного пути. И Этот человек, Он понимает, Что он был верующим. Но Он Короткое время Пользовался тем наследством, Которое Бог дал ему. И Что-то случилось. Вот. Так получилось, Что настолько человек упал, Настолько он Разчаровался в Боге, Что Вообще не видно по нему, Что он когда-то был верующим. Он стал Даже хуже, Чем Тогда, Когда он был неверующим. Еще хужество. Вот. И Есть Братья, И сёты, Которые Перестали Поверить церковь. Вот. Они Ходили, Они Были с Богом Некое время. Потом Раз И в мир ушли. В мир ушли, Потому что Изучаровались. Вот. Потому что Может быть Они Переленились В том, Чтобы узнавать истину. И Может быть Я Кто-то Церкви Овидел. И Они За Этого Ушли. Разочаровались Боги, Потому что Видели, Сами Проповедники Так не живут По Слову Божьему. Сам Пастор По Слову Божьему Не живет. Вот. Знаете Почему? Потому что Отвели Свой взгляд От Иисуса Христа. Потому что Начали Надеяться На людей, На человека. А Человек Это же Плоть. Что Может быть Человек Тем более В собрании Верующих Там Есть Много Разных Людей Да Категория Разных Людей Разных Сословий Вот И Посмотрел Человек Из Каких Людей Состоит Церковь Разочаровался И Ушел. Потому что Он смотрит Только на Пор. Он Не Посмотрел На Иисуса Он Не Посмотрел На Жертву Иисуса Христа Он Отвел Свою Вгляд От Жертву Иисуса Христа Он Отвел Свою От Обетования Божьего По Христе И Пути Он Позволил Дьяволу Восхитить Его Венец Украсть Его Наследство Которое Неближе Им Бобра Свою Ложью Вот И Бог Он Возвратит Тебя На Стоит Молись Богом Как только ты Перестаешь Верить Слово Божье Ты Сразу Начинаешь Искать То Дьявол Тебя Подсунет Сразу На Что Тебе Верить Он Тебе Тебе Сразу Подсунет Вот Если Ты Не Утвержден Слово Божьем То Будешь Верить Тебе Жен Вот И Результат Будет Соответственно Разочарованием Бог Хочет Нас Так Как Мы Три Едины Бог Хочет Нас На Трех Уровнях Благословить Да И Естественно Сатана Он Тебе Не Придружит На Трех Глаз Он Тебе То Поверхность Может Помажет Намажет Вот Сверху Вот И Все Что Внутри Проблема А Так И Останется Вот Низки Если Оно Низкоренено Проблема Вот Низкоренена Вот Не На Трех Уровнях Решена То В конце Концов Она А тебе Вернется Даже Если Ты Решил Проблемы Сейчас Да Вот Например Со своей Какой-то Болезнью Если Ты Понаделся На Врачей Понаделся Там Еще На Кого-то Непонятно Кого Вот Сейчас Много Информации И Вы Даже Не Представляете Насколько Коварный Сатана Бог Хочет Устелить Тебя На Трех Уровня Духа Души И Тела Вот И Скорбить Твою Проблему В Сторге Чтобы Она Больше К Тебе Не Возвращалась Никогда И Послушайся Иисуса Пусть Слово Боже Станет Твоим Авторитетом Иисус Сказал Я Есть Путь Истинной Жизни Вот Стань На Путь Иисуса Христа И Ты Не Будешь Резистором Если Ты Действительно Послушен Его Слово Если Ты Действительно Руководствуешься Духом Святым Слушаешься Духа Святого Что Он Твой Наставник Он Твой Помощник Он Твой Утешитель Дух Святой Он Тебя Наставит На Вся Ку Истину Амин Если Ты Видишь Грех Сестре Или Брате Во Христе Грех То Чем Ты Видишь Например Библия Говорит О том Чтобы Ты Молился За Нему Молись За Этого Брата За Эту Сестру Вот И считают Что Это Грех И Которым Причит Твой Брат И Сестра Богом Этот Грех Не Меняет Но Так Как Ты Видишь Его И Что Этот Грех Он Разлагает Общину Вот Естественно Незна Молиться Вот Извергнуть Из Среди Вас Там Какого-то Человека Который С Вратился С Путей Господней Мы же Видим Что Глядя на Него Вся Церковь Она Просто Заражается Этим Грехом Вот И Неизвестно Он Пшеница Или Плевела Потому Что Я Вам Буду Посылать Своих Дейцев Чтобы Именно Разрушать Такие случаи Были Вот Переводят Там Своих Каких-то Чпионов Для того Чтобы Разрушить Дело Божное И Апостол Павел Говорил Что Я Был Среди Лжебратьев Это Были Лжебратья А Вот У которых Там Своя Философия И Которые Хотели Вменить Эту Философию Церкви Вот И Апостол Павел Говорил Что Если Кто-то Придет И Начнет Доповедить Другого Иисуса Не Того Которого Я Вам Проповедую Это Будет Анафия Это Будет А И Еще Вот И Нам Нужно Быть Очень Бдительными И Внимательными Для того Чтобы Не Отводить Свои взгляды К жертвы Иисуса Христа Вот Не Отводить Свои взгляды К жертвы Иисуса Христа Не Все Кто-то В церкви Находятся Дети Божьи Написано Всякий Кто Не Исповедует Иисуса Христа Воплоти Пришедшим Воплоти Не Есть Божьи Дух Антихриста Отвергающий Отца И Сына Это Дух Антихриста Он Может Находиться В церкви Может Протвориться Своим братом И Сестром Побот Поэтому Не Всякому Будь Уверь И И Сытовики Духа Под Богом И Антихриста Аминь Давайте Сами Споем Пути Води Спого Уважаем 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 Как бы мне не свернуть твоего пути, Господи, Господи, меня пути води, Уровнять предо мной путь твой и твой, Боже, 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 Боже мой. Боже, 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 Боже мой. Отчего, Господи, запустил ты, Завратится на мне в твоего пути, И отчего сердце тоже скончил моё. Боже, 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 Б Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 Четвертая глава 6 по 18. Там был колодец Яковлев. Иисус субтитры создавал DimaTorzok «Было около 6 часов. Приходит женщина. Иисус субтитры создавал DimaTorzok Иисус субтитры... Иисус субтитры... Иисус субтитры создавал DimaTorzok Иисус субтитры... Иисус субтитры... Иисус субтитры... Иисус субтитры... Иисус субтитры... Иисус субтитры создавал DimaTorzok Иисус субтитры создавал DimaTorzok Иисус субтитры создавал DimaTorzok . У него была такая нужда Вот он встретилrer в женщину, с которой людей По эдеям не общаются А он с ней общается Мы видим, что характер Иисуса Христа Есть люди, com которыми никто не хочет общаться А Иисус нелицеприятен Он общается именно с теми, с кем никто не хочет общаться. Во-первых. Во-вторых, он попросил эту женщину, чтобы она дала ему воды. Мало того, он попросил у той женщины, с которой людей не сообщаются. То есть, порой в церковь приходят такие люди, которыми нормальные люди не общаются. Понимаете? В церковь приходят такие люди, Бог избирает таких людей, служить Ему, с которыми нормальные люди общаться не хотят. А Иисус, Он именно таких и избирает. И они лучше всего Богу служат. И он попросил ее воды купить. Его ученики отправились в магазин. То есть, они захотели купить пищу. Они там по своим... По хозяйству, как говорится, пошли. В церкви, значит, есть хозяйственная часть. Да, мы что-то покупаем в церковь, лучше накормить церковь и так далее. Какие-то ресурсы. Вот. Естественным путем. Ученики пошли естественным путем добывать Ему. Пошли покупать Ему. На те пожертвования, которые жертвовали люди на их служение. И у Иуды, как говорится, был ящик, когда собирали деньги. И вот, скорее всего, на эти деньги они пошли покупать Ему. Потому что другими делами они не занимались. Они не занимались только служением Ему. Вот они пошли покупать Ему. Иисус в это время остался один у колодца. Он очень устал с дороги. Решил отдохнуть. То есть мы видим, да, Его человеческую природу. Устал. Потому что мы все люди, мы человек, мы устаем. Это нормально. Наша плоть, она устает. Вот плоть Иисуса, она устала. Вот он присел и просил воды у той, с которой иудеи не сообщались. То есть переводя на наш русский язык, я попросила, например, я попросила сумасшедшего, дай мне хлеба, дай мне попить воды. Или у бомжа. Или принеси десятину в церковь. Вы должны принеси десятину в церковь. И вот я попросила. Я прошу. У меня нужда. У Иисуса была нужда. Он захотел жить. Самарянка очень удивилась. Удивилась. Знаете, люди начнут удивляться. Когда придут в церковь, его начнут целовать, обнимать, говорить, что Бог тебя любит, у тебя все будет хорошо. Вот и так вот многие люди в церкви остаются. И дальше мы видим. Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе дар мне пить, то ты сама просила бы его и отдал бы тебе воду живую». То есть мы с вами проповедники Евангелия Царства Божия. Мы знаем, что Царство Божие – это неиссякаемый поток Божьей благодати и любви. То есть нам нужно напоить, напоить людей этой живой водой, которую они жаждают всю свою жизнь. И мы говорим, если бы вы знали, если бы вы знали, кто говорит с тобой, и кто просит у тебя. Вот кто просит у тебя, то сами бы просили на него, и он бы вам дал. Мы бы вам дали, если бы вы только знали. То есть проблема в том, что люди не знают. Поэтому им нужно узнать. И чтобы им узнать, нужно им проповедовать, нужно им говорить. Нужно им говорить, что есть источник, что есть живая вода, что есть источник твоего спасения, источник твоего исцеления, источник твоего освобождения из рабства. Иисус что сказал? «Ибо алкогол я жаждую, а вы мне не дали пить. Был в темнице, вонен, и вы не посетили меня». Иисус говорит именно об этом. Он говорит, что нужно показать людям, чтобы они узнали, где источник их исцеления, где источник их спасения, где источник, где их Бог может накормить, напоить, исцелить, освободить. И мы должны указать им этот путь. Понимаете? Кто им укажет? Грешники им этот путь не укажут. Только овцы Божьи. Только те, кто исполняет волю Отца Небесного. Те и покажут им путь спасения. Женщина говорит ему, тебе подчеркнуть нечем, а колодец глубокий. Откуда же у тебя вода живая? То есть мы видим, что мирская система будет говорить тебе, у тебя того нет, у тебя этого нету, а ты говоришь, что ты богатый. У тебя этого нету. У тебя даже нечем, чем черпать. Вот. Будут смеяться над тобой, да? Типа ты говоришь, что у тебя есть, что ты богатый, что ты царь, что ты наследник Божий, что ты царица, что ты дочь Божья, святая праведная совершенна. Где ты праведная совершенна? Грешница ты. Вот так тебе будет. Ты же сегодня вот, черпать тебе даже нечем. Ты говоришь, что ты можешь нам дать. Вот мы видим, да, микская система. Вот обновленное мышление по слову Божьему. И она говорит, неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети будут кофе. То есть мы видим, да, неужели ты, что ты там, как мне говорили, прям с большой буквы там один написал, знакомый. Медицина с большой буквы несколько подскричательных знаков продвинулась там высоко. Но я не против, что она продвинулась высоко. Ну, естественная, да, естественная. Иаков пил из этого колодезя, да, его дети пили из этого колодезя, вот, Яков дал нам этот колодец, скотт его пил. Ну, это естественно, естественным образом всё. И ты пойдёшь в больницу, ты купишь таблетки, ты начнёшь слушать там каких-то людей, да, которые получили исцеление, ну, таким способом, да, традиционным способом, вот, а есть другой способ, нетрадиционный. Иисус сказал ей в ответ, всякий пьющий воду вас жаждет опять. Ну, да, ты получил исцеление, тебя накормили один раз, там где-то круто, очень сильно, ты прям никак об этом забыть не можешь. Но всё равно ты опять заболеешь. Даже если о воскресенье из мёртвых, всё равно ты умылишь. Иисус говорит ей, что есть вода живая. Так вот, живая вода, это и есть Иисус. Это есть, вот, когда ты понимаешь Иисуса, Христа, своим Господом и Спасителем, там живая вода. Это то, даже если ты умрёшь, ты живёшь. Это то, даже если ты заболеешь, ты Бог тебе исцелил. Если ты сто раз заболеешь, и это сверхъестественное, это не традиционное, это сверхъестественный путь. Встань на этот путь, ты получишь воду живую, ты получишь другой источник, который тебя никогда не разочарует, не подведёт. Но для этого нужно, что сделать? Кто будет пить воду, которую Я дам Ему, тот не будет жажды вовек. Но вода, которую Я дам Ему, делается в Нём, источником воды, текущей в Жизе Вечной. То есть, сам Бог поселяется в нас. Вот, Он говорит через нас. Те слова, которые мы говорим, это Дух и Жизнь. Они наполняют людей. Это должно течь через нас, постоянно. Это и есть Жизь Вечная. Это течение Духа Божьего должно захватить всех. И женщина говорит, ну, Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды, не приходить себя черпать. Здесь Иисус подводит её к проблеме, которую не даёт ей взять то, что она могла бы взять. То есть проблема её греха. То, что она помимо пяти мужей, которые у неё были, которые сейчас у неё есть, вот, он не является ненужным. Она с ней живёт в гражданском браке. То есть, неблагословлённый Бог. Может быть, даже зарегистрированный и неблагословлённый Бог. Вот. Тем более, ещё хуже, да, если вообще они просто сожительства. Сожительства. Да? Это греха. Она призналась, что... Она призналась в том, что да, это у меня нет мужа. она призналась, что тот мужчина, с которым она живёт, это не является её мужем. Она в этом призналась. И он сказал её, да, справедливо это сказал. То есть, в твоей жизни есть какой-то грех, да, который ты должен оставить. Вот. И когда ты просишь Бога прощения, прости мне все грехи, которые ты... Вот. То тем самым ты в тот момент ты оставляешь все свои грехи. Вот. Оставляешь все грехи и ты переступаешь порог Царства Божьего. Ты заходишь в Царство Божье. Туда, где есть эта живая вода. Ты теперь можешь пить эту воду, ты можешь пользоваться привилегиями Царства Божьего. И так и случилось, да, что женщина, она встретилась с Иисусом, в общем, Иисус, он после встречи с Иисусом женщина пошла проповедовала везде. Что она видела Иисуса Христа. То есть, когда ты встречаешься с Иисусом, ты не можешь молчать. Когда ты встречаешься с Иисусом, все узнают, что ты христианин. Потому что, когда я родилась свыше, я стала абсолютно другим человеком. Все мои разговоры были только о Боге. О чем бы я не начинала разговаривать, там все время был Господь и Господь. И мне говорили мельские люди, неверующие, ты можешь о чем-то другом говорить, кроме КАА, поможащие Боги не было. Они не понимали. Вот. Потому что это живая вода, она должна течь, течь в жизнь вечную. Да? Она должна стать источником воды, текущей в жизнь вечную. Тебе. если ты принял Христа, то вот ты сам пьешь эту воду, да, и ты сам пьешь эту воду, и ты сам делишься тем, что есть в тебе. Ты не можешь удержать. То, что есть в тебе, ты не можешь удержать. потому что невозможно остановить этот, невозможно потушить этот огонь, который к тебе. даже если он клеит, он всё равно начнёт гореть. Как только ты слово Божье туда подбрасываешь, да, любви Духа Святого, вот, когда ты снова зажигаешься, вот, то он сгорается снова сильно. Естественным путём вот ученики купили еды. Они сказали Рави ешь. Он им сказал у меня есть кища, которая не нравится. Недавно я слышала проповедь. Оказывается, есть такие христиане, которые вообще не едят, не пьют. вообще никогда. Ну, что есть такая женщина, которая вообще не ест и не пьёт. Ну, она ест и пьёт, но ту пищу, о которой мы не знаем. И она пьет воду, которой люди плотские не знали. То есть она достигла такого духовного уровня, когда она может вообще не есть и не пить. Ну, она так выбрала. И у нас есть естественные способности. У нас есть естественные способности. если человек не ест и не пьёт, это не значит, он не ест и не пьёт. Это не значит, что он не ест и не пьёт. Это значит, что у него есть другое источное. Где он пьёт. Иисус сказал, моя пища есть, творит будет посла что меняться. Вот когда он делал дело от вашего отца, таким образом питался. это степостив много не потому, что Иисус сказал, не хлебом, не единым, жить человеком, всяким словом исходящим из Божьего. То есть он решал самую сильнокущную проблему. Он питал свой дух. Он пожрал эту духовную пищу. Потому, что Господь наш огонь пожирающий. Вот кого мы больше кормим, тот и больше будет нас действовать, тот и больше нас проявляться. Аминь. Давайте сам встаем. ой, я прошу прощения. Еще надо поразмышлять над Иисусом Навином, 9 глава. Давайте откроем. Иисус Навин, 9 глава, 21-27. И сказали им начальники, пусть они живут, но будут рубить трава и черпать воду для всего общества. И сделалось общество так, как сказали им начальники. Иисус призвал их и сказал, для чего вы обманули нас, сказав, мы весьма далеко от вас, тогда как вы живете близ нас. За это проклятые без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду. Воду, для дома Бога Моего. Они сказали. дошло до сведения рабов твоих, что Господь Бог твой повелел Моисею, рабу своему, дать вам всю землю погубить всех жителей всей земли предлецом ваших. Посему мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни, сделали это дело. Теперь вот мы в руке твоей. Как лучше и справедливее тебе покажется поступить с нами, так и поступи. И поступил с ними так, избавил их от руки сынов Израилевых, и они не умертвели. И определил в тот день Иисус, чтобы они рубили дрова, учерпали воду для общества и для жертвника Господня, даже до сего дня, на месте, которое не брал Богосподь. Ну вот мы видим, да, ради своего спасения жители Гаванитян обманули Ивраилитян Иисуса Навина, что вот они сдали дорогу, конечно. Вот, за это они были прокляты Иисусом, но зато они остались живых, но всю свою жизнь они для дома Господня черпали воду и убили дрова. Вот, что постигло за их ложь, за то, что они обманули Ивраилитян. Но, так как Израиль поклялся им, не посоветовался им Господу, но они просто поклялись им, что вы составим собственный договор, мы вас не останетесь живы. И в результате, когда они пришли на их территорию, гаванитян, они увидели этих людей, которых обманули. Они должны были все это уничтожить, потому что это было в том, что они лживые. Знаете, Бог говорил, что вот эти все народы, которые бесславят великое имя Божие, то есть те, которые грешники, то вот они нечестивы всех уничтожать. Таким образом не распространялось дло израиль, чтобы они не были сильки для Израиля. Ну и вот они решили таким образом проблему, теперь эти люди, которые как манули, лжецы, должны были черпать воду и лбить дрова для общества израильского всю свою жизнь. Сегодня она писает. Поэтому если вы лгали, то перестаньте это делать. Говорите истину каждому ближнему своему. Так говорит Господь. Я написал на слое около шести. Музыка Музыка Около шести я пришла прощерпать. Этой воды в окружаю тебя, Около шести. Сказал, дай мне пить этой воды, Как же вы меня просишь, ты? Ты сказал, дай мне пить этой воды, Как же вы меня просишь, ты? Сказал, дай мне пить этой воды, Если бы ты знала, кто тебя просит воды, И сама на него просила быть, И отдал бы тебе живой воды. Ты же мне до соли накрывали, Чтобы мне не черпать, не иметь жажды, Ты же мне, Господи, на этой воды, Чтобы мне не черпать, не иметь жажды. Я услышала в ответ, Опять у тебя этих мужей, То, что мы, и ты имеешь, и уж тебе. Сказал, дай мне пить этой воды, Что ли ты вам не сказала, И текущий, и уж тебе, и ты, и я, 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 и я. Давайте помолимся, принесём пред Богом своё сердце, свои финансы, свою душу, всё приношение, десятины. Давайте помолимся. И когда вы приносите десятины приношения, всегда за них молитесь, потому что это и есть ваша жертва, это ваше приношение, то, что вы говорите Богу. Если вы хотите воздаяние, то нужно за это молиться. Если вы просто так положите, то ничего не будет, но нужно именно с молитвой это всё делать, то, что вы верите. Библия говорит, если отдаёшь десятины, то значит Бог открывает отверстие небесное, и ты должен ожидать, что вот это исполнится. И залёт на тебя благословение до избытка. То есть он запретит пожирающему тебя виноградное занополит, и не лишится плодов своих. То есть отдаёшь, и если это не исполняется, то ты имеешь право требовать сатане убрать свои руки с твоих финансов, потому что они должны прийти. Это обетевать Божий должно исполниться в твоей жизни. Если ты в сверх силу жертвуешь, то апостол Павел говорит, что ты восполняет Бог всякую нужду вашу по богатству и славит крестовым вкусом. Если не восполнять твоя нужда по богатству твоему, да, славит крестовым вкусом, ты пожертвовал там, как благовонное приношение жертву Богу, да, как приятное благоухание. Он сказал апостол Павел, что он получил, он избыточствует, он доволен, апостол Павел был доволен, и Бог благословил этих верующих, которые принесли, да, вот, с таким сердцем. Вот, и именно этих людей, именно этих верующих Бог благословляет именно этим обетованием, что восполнит Бог всякую нужду вашу по богатству своему, богатству самого Бога. Вот, они имеют право, если это не приходит, значит, сатана вмешался, значит, нужно его изгонять и говорить или прочее в свои руки, ну, финансы, возьмите, пошел его. Вот, и деньги ко мне приходите, значит, и можешь это провозглашать, потому что, да, это на основании обетования Божьего. Также любое другое обетование, да, которое, если ты говоришь, если я сею скупо, значит, я пожина, я верю, ну, это обещание будет, но я сею щедро, значит, я пожну щедро, я сею щедро, да, я приношу Бога. Вот, я готовлю обет в церкви, вот, кто захочет приходит, чтобы можно было пообедать. У нас лично в отношении с Богом, в любом случае мы обедаем с Богом, вот, даже если никто не придет, мы обедаем с Богом. Вот, я приношу Бог, вот, и я отдаю свое время, свои силы для того, чтобы это все приготовить. Слава Божьей, это подготовка, значит, к богослужению, вот, таким образом, заражая Богу свое любовь, свое почтение, с его желанием угодить, вот, и каждый это делает, у него свои методы, у нас вот такие методы, мы приходим Богом. И вы приходите, вы также можете жертвовать на нашу церковь, вот, жертвовать через мобильный банк, через 900, в общем, на карту Сбербанка, ну, нашей церкви, вот, можете, и вы получите награду того человека, куда вы жертвуете. Я вообще говорю об их себя, не только о своей церкви, но и в тех церквях, где вы находитесь, вот, членами какой церкви вы являетесь. Если вы не являетесь членами какой церкви, то я предлагаю вам присоединяться к нашей церкви, вот, получать ту духовную пищу, которую вы получаете здесь, и наполняться тем Словом Божьим, которое Бог предлагает вам в нашей церкви во имя Иисуса Христа, также можете приезжать физически послужить в нашей церкви, вот, и быть членом нашей церкви, как виртуально, так и физически, это ваш выбор во имя Иисуса Христа. Главное, чтобы вы зажигались, проповедовали Евангелие Церкви Божьего и становились на путь истины. И Господь прими наше помешение, пусть наша церковь будет богат на всякое доброе дело во имя Иисуса Христа, чтобы мы имели всякое удовольствие во имя Иисуса Христа. И пусть Твоя церковь ничем не имеет нужды во имя Иисуса Христа. Я молюсь о том, чтобы наша церковь была подавита эффективной во Славу Твою, чтобы она могла накормить духовную пищу, всю Вселенную и не только духовную пищу, но и физическую во имя Иисуса Христа. Потому что ты сказал, что верующий в Тебя больше сотворит, потому что ты к Отцу Своему ушел. Мы верующие в Тебя и мы хотим, чтобы это Слово Божие исполнилось в нашей жизни, чтобы мы сотворим больше во имя Иисуса Христа. И учи нас по стихотворным образом принимать от Себя это Безусловение, пользоваться и пить живую воду, которая в нас течет в жизнь вечную. И говорить истину, не говорить и лжи, но говорить истину каждой в жизни во имя Иисуса Христа, что мы могли питаться той пищей, которую ты хочешь нас накормить Словом Божиим, той пищей, которую простые люди не знают, о которой простые люди не знают, что мы не знаем, что это пища нет. И ту воду, о которой плотские, а девочки не знают, но знают об этой пище. Духовные люди, гражденные свыше от Святого Духа и Аллилуйя, которые позволяют всеми ресурсами нашей Церкви чудо-преумножения во имя Иисуса Христа. Тут будет много таких церквей, как наши во имя Иисуса Христа. Тут будет тысячи, тут будет миллион во имя Иисуса Христа. Царство Божие распространяется во имя Иисуса Христа. А-м-м-м-м-м! Давайте ставим кучи наш и кладем для всех благ кучи наш сферы. Сегодня у нас на улице замело, обычно всегда солнечная погода сегодня замело. Так. Субтитры создавал DimaTorzok По новому споем, что церкта Божия пришла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Чтобы мы, как дети Божьи, были счастливыми, самыми счастливыми людьми на всём белом свете, чтобы мы не надеялись на Христа только в этой жизни, потому что если ты будешь надеяться на Христа только для этой земной жизни, ты самый несчастный человек на всём белом свете. Поэтому мыслим себя как три едиными существами, нововлетворениями, рождёнными свыше и созданными по образу создавшего нас во Христе Иисусе. Мы созданы по образу создавшего нас, мы нововлетворения во Христе Иисусе, и послажены на небесах во Христе Иисусе. Мы рождённые свыше, мы внутри едины с вами. Я вам всем этого желаю, вас в этом на себе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!